Всем привет, ребята! Это неделя влогов, я в шоке. Я начала неделю влогов, сегодня 1 февраля, и я решила, что... Ну, вообще кайф. С первого числа начну, и вообще будет классно. Я сейчас я не накрашенная, с косичками, вчера мне надо заплела косички, и сегодня мы их будем расплетать. Но прежде, по традиции, пойду за кофе. У меня новая традиция вставать, не важно во сколько я встаю, и идти за кофе. Брать с собой любимую собачку. Купила не так давно в Вивене вот такого маленького ёжика. Вообще, это кошачья игрушка, но мне просто нравится, как тут... Есть такая штука, да, мой сладкий. Естесняйся, сходишь с мамой за кофе? Пожалуйста. Мой маленький плюшик, посмотрите на этого плюшика. Посмотрите, какой плюшик. Что это за медвежонок? Иногда я смотрю на Виву, и мне не верится, что она живая. Просто она настолько, как игрушка выглядит, что я в шоке. Думаешь, да, диньки. Пожалуйста, пошли с мамой за кофе. Короче, какие у меня планы на неделю? Никаких! Да нет, шучу. Кстати, вот так выглядит моя кожа в данный момент в моей жизни. И хочу я вам сказать... Ну, вы смотрите и таки думаете. Но на самом деле она выглядит намного лучше, чем было. А ещё совсем забыла сказать, что Слава сегодня утром уехал на дачу. Поэтому сегодня мы с Вивой будем одни дома. Вивочка, солнышко, пошли гулять, пожалуйста. Короче, я достала сумку старую Вивене. И она оказалась ей мала! Мимо! Я вот такая. Просто обычный лук. Но при этом сумка гучи моей хорошая. Сходила за кофе. Точнее, мы с Евгеной сходили. И сейчас сижу такая, смотрю, что сегодня 1 февраля. Понимаете? Понимаете? И я вспомнила, что завтра у меня заканчивается карточка моя, которой деньги платишь. И мне нужно поехать и забрать карточку. Потому что иначе её просто всё выключат. Вот, мне присылали сообщение, что Юлия, придите вот в это место, по этому адресу, заберите вашу карточку. Короче говоря, у меня карточка, которую я оплачиваю и всё такое. Она заканчивается 2 февраля. И за 2 недели, где-то, может даже раньше, мне уже сделали новую карточку, которую мне просто нужно прийти, забрать. И как бы мою старую либо там порежут. Сейчас я просто сижу, пью кофе, смотрю Утубчик. И сейчас, когда попью кофе, хочу сделать омлет. Первый сезон А.К.Шоу начали ненавидеть, сравнивать и обзывать ещё даже до того, как он вышел. Сейчас я сделаю омлет себе, потому что я ещё ничего не ела. И пипец, как хочу кушать, потому что уже полтретьего. Я посмотрела видео Кати Адушкиной. Она там говорит, что, короче, хейт, туда-сюда. Рассказывает, сколько её хейтили. Как ей было тяжело и всё такое. И я каждый раз вот в такие моменты думаю о том... Я просто помню себя в её возрасте. И когда меня хейтили, и я помню, сколько меня хейтили. Я понимаю, что у всех людей разная выдержка, разное отношение к хейту. И каждый по-разному всё это воспринимает. И, конечно, я помню, что меня хейтили за то, что я жирная. Ну как хейтили? Просто писали неприятные вещи. То, что я жирная, то, что я тупая. У меня очень часто спрашивали совет по поводу того, сколько лучше начинать снимать видео на YouTube. И я постоянно всем говорила, что, блин, ну типа не раньше семнадцати. Потому что, во-первых, нервная система. Но на самом деле об этом, я думала, чуть ли не в последнюю очередь. Но это тоже пипец, какую роль играет. Но также я это говорила своим подписчикам, зрителям. И вживую тоже у меня спрашивали. Я им это говорила, потому что сейчас, когда я смотрю свои старые видео, это просто жесть. Мне хочется плакать. Я просто думаю, боже, это какой ужас. Почему я там такая? Почему я там такая ужасная? Ну, меня хейтили за ресницы, за то, что я жирная, типа тупая. За что ещё меня хейтили? Я, честно говоря, половину уже даже не помню, за что меня хейтили. Точно помню, что хейтили нормально так. Ну, а ну про фотошоп, конечно же. Это вообще самое главное. Вот. Но я не могу сказать, что я как-то сильно страдала от хейта. Я просто знаю, что все люди разные. В смысле, это и так понятно. Но просто некоторые очень близко к сердцу воспринимают негатив. И, ну, реально начинают закрываться в себе. Я не знаю, как там у Кати Адушкиной по её рассказам. Вообще просто жесть. Ей было плохо. И я в это верю, потому что то, что она рассказывала, там, типа, списали 600 тысяч с канала. Там, рассталась с парнем, её все начали ненавидеть за это, ещё что-то. Ну, типа, этот... Я думаю, что это просто дети, для которых каждый пук — это просто взрыв мозга. Ты, мы тебя ненавидим. Поэтому дети очень злые. Просто сейчас единственный хейт, который может быть в мою сторону от моих подписчиков... Ну, в основном, наверное, даже не от подписчиков. Хотя и подписчики, кто на меня подписан, могут написать какую-то гадость. Но в основном это что-то... Типа, а, придумай что-то новое, интересное. Или даже не знаю, если я какую-то тему поднимаю, и кто-то со мной не согласен, начинают мне говорить, что ты не права. То есть нету какого-то такого жёсткого хейта сейчас, я думаю, потому что, во-первых, люди выросли, во-вторых... Выросли? Во-вторых, я не знаю, может, я изменилась, и поэтому как-то по-другому ко мне начали относиться. Честно говоря, фиг знает. Но это приятно. Однозначно. Это очень приятно. У меня готовится омлетик, думаю, будет просто съеденный. Сейчас я постараюсь перевернуть омлет. Насколько у меня это получится, я не знаю, но у меня уже два раза получалось. Он должен быть определенной консистенции. Готовы? Боже, я просто... Блин, повар! Ливочка, не бойся. Он просто сумасшедший повар. По поводу Карины, моей подружки. Недавно она ездила в Корею, и я ей сказала, что мы с ней не будем пересекаться в течение двух недель. Очень сильно боюсь вот этих всяких вирусов, коронавирус или как там его. И меня это все пугает, потому что все эти видосы в интернете, где просто люди падают, умерщие есть, мне это пугает, потому что я хочу жить и не хочу ничем болеть. Но Надя, моя подруга, которая учится на медицинском, вчера меня успокоила. Она мне сказала, забей, ты не будешь болеть. Я говорю, блин, ты меня успокоила. Просто безумно счастлива, что сегодня я так рано встала. Ну, извините, для меня это рано, потому что я легла очень поздно. Ну, что это такое хлеб? Вчера купила хлеб, а сегодня он уже такой твердый. Ну, на самом деле, я думаю, что с Кариной все в порядке, и вряд ли она там чем-то заразилась и все такое. Но я бы, наверное, если не поехала. Так что сейчас я поем омлетик, а потом буду краситься и о чем-то с вами болтать. Пересолила. Ну, ладно. Это вкусно, если не думать о соли. Вот, смотрите. Я вчера почистила, помыла кисточки. Здесь у меня вот что лежит. Здесь вот что лежит. Также у меня спросили, почему я не полетела в Сочи, где сейчас Карина, Маша, Хребко. В Сочи, да, конечно, я смотрю, вижу, как там прикольно им, снежок там классный. Там они в баню куда-то пошли, еще что-то. Но я отказалась, потому что я знаю, что туда как бы едут люди кататься, они будут кататься. Я не хочу кататься, мне это неинтересно. Я даже больше скажу. Я знаю, что потом у меня будут болеть ноги, спина. Удовольствия сильно большого я от этого, наверное, не получу. Хотя, не знаю, может быть, мне бы и понравилось. Но в любом случае я отказалась. Я просто уже не один раз была в Сочи, именно вот там, где ребята сейчас. И я понимаю, что туда если ехать, то кататься. Просто так туда ехать, типа гулять, нафиг вообще нет. Не знаю, ну типа поехать. В принципе, можно было бы поехать ради фоточек, знаете. Но с другой стороны, я не хочу лишний раз лететь на самолете. Все это мне не очень близко. Плюс ко всему сейчас все эти вирусы. Ну нафиг, я думаю, никуда не поеду. Так что поэтому я, короче, и не поехала. Что думаешь по поводу хейта? Посмотри видео Адушкиной мне написали. Вот как раз как мы с вами мысли друг друга читаем. Я уже посмотрела. И вот, например, Катя выставила видос, где она поет песню Арианы Гранде и танцует. Я так понимаю, что после этого она решила записать такое видео еще про хейт и все такое. Поскольку там было очень много негативных комментариев по поводу того, что там плохо спела, еще что-то. Но, честно говоря, мне тоже не понравилось. Мне очень понравились танцы. Я не говорю, что Катя плохая. Мне безумно нравятся ее песни на русском языке. Очень классные. Танцы. Ну, про танцы даже говорить нечего. Ну, извините. Песня Ариана Гранде, ну, как-то что-то не очень. Но, с другой стороны, с Катей я полностью согласна по поводу того, что хейт это типа пиар. Кто-то написал, что хочет, чтобы я обсудила видео Кати Клэпа и Саши Спилберг. Ну, конечно, я посмотрела видео девочек и у Саши, и у Кати на канале. В принципе, все, что я могу сказать, я просто рада, что они помирились. Вообще замечательно. Мне кажется, нафига вообще ссориться. Тем более, что... Ну, какой в этом смысл, во-первых, да? А во-вторых, уже взрослые. Конечно, можно было и раньше, мне кажется, помириться. Но, в любом случае, главное, что помирились. Что я могу еще сказать? Прикольно. Все, больше ничего не могу сказать. Мне, честно говоря, как-то там пофиг, кто ссорится, кто мирится. Я уже, знаете, настолько стара. Ссориться вообще это глупо и тупо. Я, честно говоря, до конца так и не поняла и не знаю, из-за чего девочки в итоге поссорились. Ну, я там знаю какие-то истории, но я, конечно, ждала, что видео что-то побольше раскроется тайно, которую мы все ждали. Шесть лет или сколько там они не общались. Вот. Но для меня это было, конечно, немножко странно. Точнее, странно, не с той точки зрения, типа, зачем вы помирились за чем-то именно конкретным. В любом случае, мы все равно никогда не узнаем с вами, как были дела и обстояли на самом деле. Такой уж этот мир Ютуба. Кстати, когда я смотрела видео Кати и Саши, они же там, ну, типа, плакали, и все это понятно. Как бы грустно и все такое. И очень мило, я считаю, и здорово. Ну, вот этот весь момент, в любом случае, он трогательный. И я подумала о том, что я не помню, чтобы я хоть раз плакала на своих видосах. Это я не к тому, что, типа, девочки специально плакали. Нет, я уверена, что они плакали, потому что чувства, эмоции, типа, я не говорю, что это там все наиграно было. Нет, ни в коем случае. Я уверена, что это было искренне. Хотя, не знаю, на самом деле, на 100%. Но думаю, что искренне. Мне так хочется думать. Вот. И я подумала о том, что я ни разу не плакала на камеру. В смысле, я этого даже не помню, чтобы я плакала на камеру. Возможно. Вот, кстати, это из разряда, знаете, где-то я говорила, что я никогда ничего не воровала. Ведь так и есть. И все мне постоянно припоминают, там, какой-то случай, не знаю, сколько лет это было назад, когда я из Икеи, типа, украла карандаш, которые там бесплатные. Которые там лежат для того, чтобы ты себе чертил, там, по размерам мебель подбирал. Ну, типа, это даже тупо вот это вот все вспоминать, потому что он был бесплатный. Я не могла украть то, что бесплатно. Кто-то постоянно тоже вспоминает какой-то случай из детства с булкой. И мне постоянно пишут, типа, Юля, ну как так, ты ничего не крала, ты же булку украла. Это не я была, это была Карина. И да, надеюсь, она не убьет меня за это, но все помнят этот случай. Это в каком-то видео мы обсуждали, Карина сама это говорила. И люди постоянно путают и думают, что это, типа, я украла булку. А меня бесит, не надо так про меня думать, потому что я не украла булку. Я ни разу ничего в своей жизни не воровала. Ну, кроме, блин, бесплатного карандаша языки. Ну, и вот о чем мы там говорили? А, ну и вот, я ни разу не плакала на видео. Мне-то кажется, я не могу вспомнить. Ну, в смысле, знаете, такое видео, у меня не было такое видео, где я сижу такая, типа, знаете, я так люблю Ютуб, но никто меня не смотрит. И начинаю рыдать, как сумасшедшая. Я не помню, чтобы я плакала. Да даже нет, не обязательно там тема Ютуба, просто. Вот просто не помню, чтобы я плакала на видео. Не знаю, если вы помните, вы же сыщики такие, вы все помните, вы все знаете. Напишите, помните ли вы, или было ли у меня какое-то видео, где я плачу. Просто мне кажется, что нет. Но вообще я и в жизни редко плачу, слава богу. То есть я не знаю, когда я плакала в последний раз. Сложно вспомнить то, чего не было. Нет, просто не помню. Ну, может, я из-за фильма какого-то плакала, и то я не помню это вообще когда было. Короче, я накрасилась, не знаю, что делать с волосами. Не хочется их сейчас распускать, потому что я переживаю, что если я их распущу, там будет жесть. В том плане, что, во-первых, у меня голова не очень чистая, и это будет не круто. Единственное, что я могла бы переплести вот эту часть, но это тоже сделать мне не хочется. Короче, сейчас нужно съездить, забрать карточку мою из банка. В любом случае, сегодня суббота. Самое тупое просто, что я одна, одинока, понимаете? Нет никого. Сижу я такая и думаю, сегодня суббота, а банк-то вообще работает. Так, ну что ж, я в машине, и я так надеюсь, что банк работает сегодня, потому что это будет мега тупо. Если вы следите за моим инстаграмом, за моими историями, то вы в курсе, что... Ну, во-первых, кто за мной следит, вы в курсе, что недавно у меня была авария, в которой я не виновата. Люблю это подчеркивать. У меня есть целый влог об этом. И позавчера я добралась до страховой, наконец-то доехала, причём поехала пипец как далеко. Хотя страховая, там, где я делала страховку, она находится у меня на районе, прям недалеко от дома. И я такая приехала сначала туда, говорю, мне в жопу въехали, деньги дайте починить машину надо. Мне сказали, едь туда, и оказалось, что ехать пипец как далеко. Я туда поехала, приехала, написала кучу бумажек, заявлений туда-сюда. И потом мужчина из независимой экспертизы, но мама говорит, что нифига она не независимая, если он сидит в страховой, которая у меня. И я с ней согласна, но там было так написано, независимая экспертиза. Он пошёл, посмотрел мою машину, и я понимаю, сейчас и переживаю. Мама меня наругала за то, что я не спросила, сколько денег они мне переведут, сколько денег они там планируют переводить мне и всё такое. Потому что мама говорит, что очень часто любят обманывать. И я знаю, обман повсюду, обман вокруг нас. Мы обман. И он такой говорит, вот вам надо на замену бампер, ещё какую-то фигню на замену. Ну, в общем, то, что у меня там сзади, ну, бампер и под ним там пластмассовая фигня. Я думаю, он её имел в виду на замену. И я понимаю, что если вот эти две детали заменять, это, ну, нормально по деньгам выйдет. Но я переживаю, что они не учли, например, краску, работу. И я переживаю, что они не очень большую сумму мне отправят. Хотя, какого фига, они же не совсем дурачки. Они же знают, сколько стоит деталь на мою машину. Они знают марку моей машины, не могут в интернете посмотреть, сколько стоит такая деталь на мою машину. Ну, и, короче говоря, не знаю, переживаю. Сказали, что в течение 20 дней они должны прислать мне деньги на карту. Ну, я дала реквизит и всё такое. Поэтому мне очень нужна карта. В общем, так, машина прогрелась. Сейчас 2 градуса пишет на улице. Слякоть, дождь, сыро. Ну, в общем, всё мое любимое. Вот, честно, я люблю потусоваться одна, но когда никого нету в Москве или все заняты, я такое ненавижу. Просто ненавижу, потому что я думаю, блин, я конкретно сейчас не хочу быть одна, но все заняты. Я сейчас проезжаю в дом досугов, который ходила, когда пила ребёнка. Занималась там бальными танцами, аэровикой. Чем я такое не занималась? Блин, а место похоже-то и нет. Так работает он или нет? Банк вонючий. Да, работает! Только некуда машину уставить. Твою мать! Скатобаза! Блин, а блин! Супер, отстой! Вот твою мать! Все места заняты! Мне придётся идти пешком, если я найду сейчас место хоть какое-то. А я вообще не вижу места. Только инвалидные. Нет, не инвалидный. Значит, сюда я встану. Хи-хи! Никогда тут не вставала. Где сейчас паркуюсь? Ох, чё, не с первого раза получилось заехать. Как же меня бесят люди, которые не могут пропустить. Просто прут как танки. Видят, что я сейчас заеду и всё, я не буду вам мешать. Нет, они просто прут как танки. Ненавижу людей, которые не пропускают. Никогда. Ненавижу. В общем, сходила я в банк, забрала карточку, сидела в очереди минут 15, наверное, не знаю. Теперь представляете, вы знаете, все мои друзья, все мои близкие, у них уже у всех давно карточки, которые прикладываешь и оплачиваешь. Кто-то вообще там с телефонов вот этот вот телефон приложил и оплатил. У меня такого не было, потому что у меня карточка просто до исторических времён. И она не прикладывает. И мне постоянно говорят, вот, прикладывайте. Я такая, нет, у меня только засовывать можно. Я безумно счастлива, теперь я могу прикладывать свою карточку куда захочу. И могу привязать её к телефону и вот этот Apple Pay или как бы там. В общем, теперь у меня это тоже будет. Куда я еду? Вы спросите, в Мак. Порадую себя чикенбургером. Короче, в итоге я поеду сегодня домой просто. Но я рада, что я сделала какое-то дело. Ой, ты куда ле? Мой фотоаппарат, к сожалению, почти разряжен. Ну, вот что я взяла. Картошечку, чикенбургер и липтон зелёный. Это с другого какого-то дня, и у меня тут проблемка. Всё потекло нафиг. Не знаю, видно вам или нет, а салфеток мне дали мало. Где они? А, вон они. Я сейчас в гордом одиночестве поем чикенбургер, картошечку и поеду домой. Вот, и пофигу мне, ребята, что я могу поделать, что мне надо где-то шляться. Мне не надо. Сегодня у меня домашний день. Но, кстати, на этой неделе у меня должно быть две съёмки и одна на телевидении. Правда, я не знаю вообще, как всё там получится, смогу ли я там снимать, поскольку это как бы, ну, шоу. Боюсь, что мне скажут. Вот, так что буду сейчас смотреть тиктоки и кушать. А потом поеду домой и дома уже с вами встречусь. Вот, и мама пришла домой к своей любимой собачке. Покажись! Твоя милая, привет, хвостик мой, привет, мой хвостик. Я дома. Вообще, я хотела похвастаться. Я в Макдональдсе оплатила, знаете, как карточкой. Я просто её приложила. Верите, нет? Впервые я это делала. Какая-то база. Когда я выставила сториз о том, что у меня одиноко, точнее, что меня все бросили, я одна. Карина не от Москвы, она не занята. Слава уехал на дачу. Кто-то мне написал, сходи в гости к маме, только она тоже уехала на дачу. Вы понимаете, я совсем одна. Ну, ладно, не совсем одна. Сейчас я поставлю фотоаппарат на зарядку. Мы пообнимаемся с Веной. И, наверное, начну монтаж того, что я сегодня уже наснимала. Конечно, вам вообще неинтересна моя жизнь. Ну, блин, не собираюсь расстраиваться. То, что сегодня у меня не было важных каких-то дел. Хотя я сходила в банк, но в банке я не снимала, конечно же. Это было бы странно. Буду пить свой зеленый липтен. Привет, девчонки и мальчишки. В общем, мои хорошие, пока вы меня не видели, ну, для вас прошла секунда, возможно, даже миллисекунда. А для меня прошло часа три-четыре. В общем, я сидела в гордом одиночестве. Потом подумала, я ненавижу одиночество. Я против этого. Я написала своей подруге Камиле, про которую вы часто мне, кстати, тоже пишете. Типа, Юля, вы общаетесь с Камилой или нет? И туда-сюда. И я ей, короче, такая пишу. Привет, пошли покушаем, ты занята? Она такая, привет, пошли, не занята. И в итоге она приехала, мы с ней сходили покушали, выпили по три бокала вина. Да не, на самом деле мы с кайфом посидели, поболтали, потому что мы не очень часто видимся. Но каждый раз, когда видимся, мы очень долго сидим, болтаем, угораем, вспоминаем, рассказываем кучу новостей. Поэтому эти встречи всегда просто персик. Вот, потом зашли ко мне домой после рейстика, немножко посидели у меня, поугарали, даже записали тикток. Это было не постанова, это было не специально, поэтому если вам интересно, посмотрите, зайдите в мой тикток, ссылку я оставлю в описании. И посмотрите, что мы сняли. Я просто поставила телефон снимать нас, я знала, что сейчас будет, поэтому я решила это записать. Но на самом деле подпись, которую я там написала, она абсолютно никак не относится к тому, что происходило на самом деле. Это просто мне показалось, что это будет в тему, и многие такие, да, да, жиза. Так что, короче, офигенно посидели, поболтали, поугарали, и я уже закончила монтаж этого видео, которое вы сейчас смотрите. Что я хочу сказать? Я уверена, что многие из вас сидят очень расстроенные и думают, опять обычные ни о чемские блоги с болтовней. Мне интересно, из дома скучно. Я понимаю, ребят, но если вам не нравится это видео, просто не смотрите. Я уже сто раз рассказывала, что моя жизнь такая, какая она есть, и у меня бывают дни, когда я просто сижу дома и могу один раз выйти на улицу, либо два раза, один раз выйти за кофе, второй раз просто доехать до магазина продуктового и домой. И многие думают, что... Меня просто не знаю, почему это задевает, потому что люди думают, что у меня типа скучная жизнь, но для меня это совсем не скучная жизнь. У всех же разное понятие. Кому-то пойти в клуб, это скучно. Ему надо просто каждый день в три клуба ходить. Это нормально. То есть, понимаете, у всех же людей разное понятие о том, какая насыщенная жизнь, ненасыщенная. И для меня моя жизнь просто идеальна. Если бы моя жизнь не доставляла мне радости и счастья, то, наверное, я была бы очень грустная, постоянная и несчастная. Но сегодня у меня был такой просто офигенный лайтовый день. Помимо того, что я сегодня, ну, практически весь день находилась дома, хотя я съездила за карточкой, сходила с подругой в ресторан, выпила вино, сейчас смонтировала видос, хотя уже дофига времени, уже почти три часа ночи, пол третьего, даже без двадцати три. А мне еще нужно сегодня помыть голову, уложить волосы. Скорее всего, займет у меня это где-то час, минут сорок точно, но зато завтра я буду просто красотка. Так что вот, и я не бездельник. На самом деле, я дома могу решать просто пипец, какие важные дела по поводу съемок, почту разгребать. Вы думаете, это легко? Вы думаете, это весело? Это пипец, как относится к рабочим моментам, которые нифига не веселые. В общем, суть не в этом. Я просто постоянно, я знаю, я же знаю, что есть люди, которые написали уже комментарии, типа, ааа, сука, как скучно! Это моя жизнь. Для вас она может быть скучной. Но тогда я хочу посмотреть на вашу жизнь. Ага, насколько она веселая. Просто я не хожу в школу. У меня нет друзей, с которыми я после школы иду тусоваться и гулять. У меня вообще нет друзей. Нет, просто их очень мало. И они все взрослые, и у них у всех есть свои дела. Так же, как у меня. Поэтому просто относитесь к жизни реально. Так что вот мои хорошие скрипышки мои. А мы тут с Вивей сидим, она вообще как принцесса лежит. Вот такая у нас тут Вивьяна лежит. Скажи привет. Скажи привет. Булочка. Маленькая булочка. Ну сейчас же будешь видеть себя на экране хвостиком вилять будешь. Булочка, чего молчишь? Да-да-да, это я. Булочка, мамина. Мамина фрикаделя. В общем, я не знаю, что я буду делать завтра. Просто реально, я не знаю, у меня пока нет никаких планов. И придумывать дела же тоже тупо. Просто... Короче, ладно, давайте так. Напишите в комментариях, что по вашему мнению я должна делать в своей жизни, что по вашему мнению сделает мою жизнь более насыщенной. Ну типа, Юля, сходи на этой неделе туда-сюда, туда-сюда. Давайте так. И завтра мы с вами это обсудим, и возможно я куда-то схожу. Но проблема в том, что я же не поеду одна. Блин, я не представляю, что я одна еду в центр и гуляю, например, по парку. Или по Красной площади одна. Я таким не занимаюсь. Ну для меня это типа... Чё? Поэтому я не представляю, что я это делаю. Я знаю, что я могу придумать себе какие-то домашние дела. Не знаю, постирать всё, погладить всё нафиг. Дома разобраться я буду больше довольна, чем если я одна поеду куда-то гулять. Понимаете? Так что просто будьте добрыми. Блин. Ладно. Вообще, пока дома нет славы, я очень сильно хочу максимально много снять всяких тиктоков, которые я стесняюсь снимать при нём. Возможно, это звучит странно, но... Блин, это как смотреть свои старые видео. Мне стыдно. Мне стыдно. Я уже взрослая женщина. Вы представляете? У моей мамы в моём возрасте уже была годовалая, полутора-двугодовалая, не знаю, я. А я тиктоки снимаю. Я никуда не гонюсь, я никуда не спешу. Угу. Здесь и сейчас. Но просто... Внутри меня живёт маленькая девочка. Маленькая, сумасшедшая, ржачная, безбашенная девочка. Но снаружи, и даже не то, что снаружи, 50 на 50, я уже не хочу этим заниматься. Я хочу спокойную семейную жизнь. А с другой стороны, я хочу творить дичь. На этом всё. Я надеюсь, что вы подпишетесь на мой YouTube-канал. Очень редко это говорю в своих видео, но реально. Я даже уже, знаете, даже не думаю о том, что когда-то у меня будет 2 миллиона на канале. Я уже забила. Вот просто хотя бы видосы мои смотрите, комменты оставлять. Уже будет пипец приятно. Что-то уже так пофиг на эти подписки стало. Я понимаю, что мне надо быть либо, я не знаю, просто какой-то Селеной Гомес, либо ребёнком, чтобы на меня много кто подписывался. Ну, либо просто гениальный и талантливый. Какой я и являюсь, но вы этого не видите. Почему? Короче, ладно, пацаны, всё. Я уже, блин, зеваю, а я ещё не мылась. Вы понимаете, мне ещё где-то полтора часа точно заниматься фигнёй девчачьей. А, мыться, сушиться. Всё, пока. Люблю, целую, обнимаю.